Обращение к монархистам. Монархическое движение в Российской Федерации имеет более чем четвертьвековую историю и практически полное отсутствие каких-либо значимых результатов. Самосознание нашего народа без участия монархистов поправляется постепенно, практически уже избавилось от либеральной коммунистической мифологии и пока не являются политическим субъектом, который мог бы предложить народам России, прежде всего государству, образующему русскому народу, концепцию его существования, связанную с историческими традициями Российской империи, Российского государства, которое известно в истории тысячелетней монархии. Сейчас происходит естественная смена поколений и необходимо предпринять усилия для того, чтобы у монархического движения появились новые лидеры и чтобы эти лидеры сплотились в единую организацию, которая смогла бы стать политическим субъектом, выйти на выборы, направить в органы государственной власти своих представителей и обозначить перспективу возрождения, реставрации монархии в России. Такой политический субъект мы предлагаем создать в виде первоначально монархического движения 24 марта 2018 года. На конференции, которая пройдет в этот день, мы можем создать оргкомитет, который отработает наброски тех документов, которые уже существуют, и на этой конференции должны выступить представители уже существующих монархических организаций, которые, к сожалению, существенные роли в современной политике не играют, но сложив свои силы вместе, возможно, мы сможем создать такое движение, которое станет заметным для граждан, для избирателей и для тех политических союзников, с которыми мы смогли бы заключить какие-либо коалиционные соглашения на взаимовыгодной основе. Текущая избирательная кампания 2018 года показала, что даже без какой-либо стабильной организационной структуры национально-патриотические силы смогли существенно повлиять на ход этой кампании и стали заметны под аббревиатурой НПСР, национально-патриотические силы России, и эти силы должны, я уверен, что это произойдет, сплотиться, создав официально зарегистрированную партию, которая пойдет на выборы и обеспечит представительство национал-патриотов. Более определенную идеологическую позицию будет занимать партия «Великая Россия», которую я возглавляю, которая объединяет национал-патриотов русских националистов, в той цивилизованной форме, которой русский национализм представляет идеи Ивана Ильина и других русских мыслителей. Третьим компонентом будущей коалиции я вижу именно монархическое движение, которое должно организоваться сегодня и выйти на авансцену в грядущих выборах, будут ли они региональными или всероссийскими. В коалицию мы сможем сложить три компоненты национально-патриотические силы с достаточно размытой идеологической позицией, но зато удобной многим и способной объединить миллионы людей. Партия «Великая Россия» будет представлять национально-консервативный вектор, тем более, что у нас в нашей программе монархия указана как желаемый идеал, к которому мы стремимся, а монархическое движение будет представлять этот идеал уже в полной разработанной форме и будет представлять новых политиков, которые будут способны донести до избирателя ценность русской монархии, в рамках которой русское государство существовало в течение тысячи лет. Если такая коалиция сложится, то нам не надо будет обращаться за какой-либо поддержкой к левым силам, напротив, мы вступим с ними в политическую конкуренцию и в борьбу за умы людей. Конечно, левая идея для России является абсолютно тупиковой и гибельной, и 20-й век это отчетливо показал, поэтому мы должны формировать правую, национально-консервативную идею, как стержневой вектор с перспективой возрождения, реставрации монархии в России. Конференция, которая пройдет 24 марта 2018 года, приглашает к участию организованной группы монархистов, которые уже сплотились в какие-то пусть небольшие коллективы, а также те организации, которые действуют уже в течение длительного времени. В частности, мы ожидаем на конференции движение «Черная сотня», русско-имперское движение и монархическую партию России, которая не так давно была зарегистрирована и еще не сложилась в какой-то целостный политический субъект. Тем не менее, ее активисты иногда заметны в том политическом поле, в котором действуют и другие национально-патриотические организации. Мы ждем на конференции и индивидуально действующих монархистов, но которые именно действуют, которые стремятся заявить о монархических взглядах, пропагандировать их, и в будущем движении они могли бы взять на себя определенную работу. В частности, мы очень заинтересованы в том, чтобы в регионах у нас появились самодеятельные монархические группы, которые войдут в дальнейшем в общее движение. Этому движению мы можем дать одно из названий на выбор «Монархическое движение России» или «Всероссийское монархическое движение». Это мы решим уже, работая в оргкомитете. Оргкомитет должен отработать те документы, которые уже в проектах существуют, и создать модель деятельности организации определенной принципы внутренней дисциплины и ответственности. Я думаю, что в Москве должен действовать определенный исполнительный комитет этого движения, и в регионах мы тоже должны создать монархические группы, и при этом переступая через естественные разногласия, которые среди русских людей зачастую приводят к совершенно ненужным дискуссиям, расколам и взаимным обидам. Самодеятельных монархистов мы ждем как организаторов монархических групп в социальных сетях, что очень важно. К сожалению, у нас очень много мертвых, совершенно бездействующих групп, и даже мои попытки пригласить на конференцию тех, кто является организаторами этих групп, не привели ни к какому результату, они не отвечают на электронные письма, следовательно, все эти группы мертвы. Живая деятельность у монархического движения может быть связана только с текущей политикой, с текущими заявлениями по происходящим событиям, с выработкой позиции, связанной с коалициями, различными организациями. Если мы создадим цепочку коалиций от национал-патриотов до монархистов, то мы составим серьезную конкуренцию любым левым коалициям, и будем сражаться с ними за умы граждан и за представительство в Государственной Думе, в Совете Федерации и на высших государственных постах. Тех, кто готов принять участие в конференции, в особенности руководителей, пусть даже небольших монархических групп, я прошу связаться со мной по электронной почте, которая будет опубликована ниже в качестве подписи к этому видеоролику. Призываю к совместной деятельности, к взорвению взаимных обид и претензий, только в этом случае монархисты смогут сложить прочную организацию и повлиять на те процессы, которые активизируются в современной России. Мы переходим в какую-то другую эпоху, будет ли она гибельной или произойдет возрождение России, зависит от наших усилий. Целостное мировоззрение монархистов, ясно видящих историю России и перспективы ее развития, могут вывести монархистов в лидеры общественного мнения, и таким образом мы из монархистов, дискутирующих, перейдем к статусу общественно-политическому, станем деятелями, станем воплотителями тех самых идей, в верности которым мы сами себе поклялись и готовы приступить к их реализации. Еще раз призываю монархистов к сплочению, к созданию единого монархического движения, к сплочению сил, к участию в конференции, на которую всех вас приглашаю.